Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Сямыч. Что же, моё Total War-ское чутьё меня не обмануло, когда буквально неделю назад я выложил на своём канале ролик на достаточно скользкую тему «Почему я считаю, что Warhammer убил Total War». Как те раз, и Creative Assembly буквально несколько часов назад разразились анонсирующим трейлером Total War Warhammer 3. Что же, как я и предполагал, креативщики продолжат после мегауспешного Warhammer 2 делать ставку именно на фэнтезийную ветку Total War с подзаголовком «Warhammer». И не ошибся, Total War Warhammer 3 будет заключительной частью трилогии, а потому нас наверняка ждёт апофеоз в виде противостояния сил Хаоса и всего остального мира вселенной Warhammer. Будет больше кровавых битв, сражений, пафоса и драмы. В общем, трёшка просто обязана будет переплюнуть всех своих предшественников и действительно достойно и на высокой ноте закончить эту фэнтезийную трилогию Warhammer. Что выйдет на релизе, посмотрим. А пока же я расскажу вам ту информацию, которую мы располагаем о третьей части на данный момент. Итак, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, собственно, сам анонс третьей Вахи предваряли несколько небольших тизеров, из которых было совсем всё непонятно. Они были довольно малоинформативны, нам в основном показывали обсерваторию «Звёздное небо» до созвездия. И всё это вполне можно было признать как анонс какого-то там очередного DLC для Warhammer 2, и многие ставили именно на эту версию. Однако, 3 февраля 2021 года случилась бомба. В The Creative Assembly представили нам трёхминутный трейлер, который просто поразил воображение пользователей. Помимо того, что сам ролик — это один сплошной красивейший CGI, так ещё из него мы узнали множество важных и интересных вещей. Судя по всему, центральной темой третьей части станет сдерживание Ордхауса на приграниченных с ним землях. В трейлере в качестве основных протагонистов нам показали войско фракции Кислев и царицу Екатерину, которая ими, собственно, и управляет. В трейлере мы видим, как Екатерина получает письмо, видимо, не столь давно погибшего царя Бориса, который предупреждает её о том, что даже его жертва не смогла остановить неотвратимое, и ей придётся столкнуться с величайшими демонами Хаоса и буквально пройти через ад. Далее нам показывают, как войско Кислевитов самозабвенно сражаются с Сордами Хаоса. Мы видим некоторые боевые отряды Кислева, как, например, крылатых гусар на лошадях и всадников на медвелях, обычных элитных бойцов, закованных в броню, похожую на наших славянских витязей, и так далее. В конце Екатерина сражается с гигантским монстром и использует магию льда. Занавес! Что же, братья славяне, возрадуемся же! В кои-то веки славян представили в игре во вполне себе героическом виде. Кстати, если кто не знал, то Кислев и Кислевиты в том виде, в каком они, собственно, выглядят в игре, это, по сути, собирательный образ как восточных, так и западных славян уже нашей реальности. Это такие отчаянные ребята, которые живут в суровом морозном климате, в спартанских условиях, их жизнь целиком и полностью состоит из трудностей, невзгод и лишений, и вечного противостояния силами хаоса. Из-за этого Кислевиты довольно хмурый и угрюмый народ по сравнению с остальными фракциями и нациями Старого Мира. В общем, сразу понятно, с кого срисован типаж. Поэтому ради одного только Кислева и того, как он изображен в Вархаммере, уже стоит ждать третью часть даже тем, кто нос воротит от фэнтезийной вселенной Вархаммера в серии Total War. Да даже я, ярый сторонник исторической линейки, не слабо так удивился, когда увидел, что именно Кислев представлен в трейлере в качестве основного, скажем так, персонажа, основного героя этого трейлера. Видимо, не зря Creative Assembly попродержали эту фракцию аж до третьей части, сохранив туз в рукаве. А это значит, что именно Кислев будет одной из центральных сил в третьем Вархаммере, и действия Кислева во многом будут решать исход судьбы мира в третьей части. Однако вы можете и наоборот возглавить одну из сторон хаоса, выбрав одного из четырех предводителей в царстве, собственно, этого самого хаоса. Чумного бога Нургла, владыки излишеств и бдесем Сланиша, бога изменения и перемен Дзинча, или бога крови и войны Кхорна. Также Creative Assembly обещают довольно обширную систему последствий за ваши действия, которые вы будете совершать в компании, и, собственно, эти самые последствия ваших действий будут весьма ощутимы. Кстати, судя из описания игры в Стиме, мы также узнаем, что помимо Кислева в третьем Вархаммере разработчики вводят еще одну совершенно новую фракцию, которая ранее не появлялась в первом и втором Вархаммерах. Это фракция Великий Катай. По сути, аналог Китайской империи. Причем, в игре она будет реализована в полной мере. А это значит, что карта компании, помимо Старого Света, будет расширена далеко на восток, так как Катай занимает огромную часть восточных земель. Впрочем, нам пока неизвестно, какие именно территории попадут в компанию Вархаммера 3. Будет ли это только Старый Свет, его какие-то определенные границы или вообще разрабы плюнут на условности и реализуют как Старый, так и Новый Свет, да еще и вот новые территории впихнут, тем самым сделав самую масштабную карту компании в истории серии Вархаммер – Total War. Ну а лично я предполагаю, что судя по трейлеру и описанию игры, основное внимание и проработка как раз будет уделена именно северным и восточным землям, чтобы в полной мере ввести в мир игры и по полной проработать как Кислев, так и Катай. Как будет на самом деле, время покажет, так что мы будем следить за следующими анонсами, более подробными геймплейными роликами. Ну а я же, как сторонник именно исторического Total War, внезапно только рад выходу Вархаммер 3, причем рад вдвойне. Во-первых, Total War Warhammer 3 – это заключительная часть трилогии фэнтезийного Вархаммера, а это значит, что есть надежда, что последующие игры в серии будут уже историческими. А во-вторых, разработчики добавили в качестве главной фичи Кислев, мать твою! То есть, по сути, нас с вами, славян-братушек. Вот знаете, я поймал себя на мысли, что единственное ради чего я бы всерьез засел бы в Total War Warhammer, это было бы введение именно Кислева как полноценной фракции. И вот мы это, собственно, получили. Так что даже несмотря на мой первоначальный скепсис, после этого анонсирующего трейлера я хочу крикнуть Shut up and take my money, мать вашу! Кстати, о стоимости игры. На данный момент игру уже можно предзаказать в Стиме, правда, вот цена ее очень и очень кусачая, что-то в районе трех с половиной тысяч рублей. Так что покупка будет весьма дорогая. В общем, ради Кислева я готов на все, а вам уже виднее. В общем, анонс произошел внезапный, и явно для многих появление именно Кислева в качестве доминирующей роли было явным сюрпризом со стороны разработчиков. И это мать его круто. Так что ждем новостей по поводу Warhammer 3, и похоже, это заявочка на то, чтобы пристально следить за игрой, и даже попытаться вернуться в Total War обратно, лично для меня, после долгого перерыва. Кстати, дату релиза МПК поставили как поздний 2021, что говорит нам о том, что ждать игру следует ближе к концу 2021 года. Что, впрочем, логично. В трейнере была зима и заснеженные локации, а выход игры в зимние месяцы будет только на руку в плане атмосферы. Ух, блин, уже я хочу попробовать на зубах вот эту вашу третью ваху и кислев. Ну вот пройду только за кислев, остальные фракции меня вообще не интересуют. Короче, ждем последующих новостей о игре. А с вами был Тябыч. Как вам зашел анонсирующий трейлер третьего Вархаммера? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Пока что на этом все, и всем пока. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...